Добрый день, уважаемые коллеги! Рады приветствовать вас на YouTube канале Королевские чтения. Подписывайтесь и слушайте нас. Мы вам расскажем много полезной информации. Сегодня мы с вами поговорим об инфекционных осложнениях контактной коррекции клиника диагностика, лечения и профилактика. Как известно, сегодня контактные линзы занимают доминирующие позиции среди средств оптической коррекции различных аномалий рефракции. Около 140 миллионов человек в мире отдают предпочтение линзам. Преимуществ контактной коррекции, несомненно, много. Среди них в первую очередь это коррекция нарушений рефракции, которые не поддаются исправлению очками при астигматизме, кератоконусе, парацентральных помутнениях. Качество зрения, неограниченное поле зрения, отсутствие бликов, возможность носить линзы в любую погоду. Они не запотевают. Эстетика. Линзу не видно на глазу, что важно для юного возраста. Имидж. Возможность пользоваться солнцезащитными очками. Введение более активного образа жизни. В линзах удобнее заниматься спортом. К сожалению, как у каждой медали, есть оборотная сторона. Находясь в непосредственном контакте с роговицей, линзы оказывают механическое влияние на ее структуры и обменные процессы, вызывая состояние относительной гипоксии. Исследования роговицы у здоровых пользователей контактной коррекции, проведенные в Институте Филатова, выявили, что уже через один год после начала ношения контактных линз снижается чувствительность роговицы на 42%. Проведение конфокальной микроскопии роговицы выявляло в 96% признаки патологической дисквамации эпителиальных клеток. Кроме этого, чем длительнее был срок ношения, тем более были выражены изменения цитоархитектоники базального эпителия роговицы, нарушение прозрачности бауменовой мембраны, отек экстрацеллюлярного матрикса, а также наблюдалась активация клеток Ленгерганса с умеренным полимекотизмом и плеоморфизмом эндотелия. Исходя из этого, справедливо утверждать, что пользователи контактных линз являются относительно здоровыми, поскольку при длительном ношении и неблагоприятных условиях происходит истощение компенсаторных ресурсов структур роговицы. Наши исследования, а также данные зарубежных наблюдений выявляли, что около 99% пользователей контактной коррекции нарушают как минимум одно правило по использованию контактных линз и в 60 раз чаще подвержены риску развития инфекционных осложнений. Ретроспективные исследования, проведенные в европейских странах, определили, что использование контактных линз является наиболее распространенным фактором риска развития бактериального кератита. В свою очередь, адгезивные свойства бактерий и простейших материалов, из которых изготовлены линзы, могут обуславливать развитие осложнений. Кроме того, известно, что микробы независимо от типа контактной линзы образуют на ее поверхности биопленку, которая защищает возбудителей от воздействия дезинфицирующих средств и антибиотиков. В соответствии с данными FDA, один случай из пяти инфекций глаз, ассоциированных с использованием контактных линз приводит к стойкому поражению глаза. Поэтому после осложнений роговицы, связанных со снижением или утратой зрения на одном глазу, дальнейшее использование линз запрещено. Основными факторами в патогенезе осложнений, ассоциированных с ношением контактных линз, являются гипоксический, токсикоаллергический, механический и инфекционный. Инфекционные осложнения, обусловленные контактными линзами, считаются самыми серьезными, часто с непредсказуемым течением и исходом, требующими лечения в офтермологическом стационаре. По данным разных авторов, они представлены бактериальными кератитами от 33 до 81%, грибковыми кератитами от 4,8 до 29% случаев, а кантаменный кератит встречается от 1 до 33 случаев на 1 миллион пользователей. Герпетические кератиты выявляются на 33% чаще при сравнении с пациентами, не использующими контактную коррекцию. Смешанная инфекция выявляется в 48% случаев. За последние 7 лет в отделении патологии роговицы института имени Филатова было зафиксировано и пролечено 170 случаев с тяжелыми инфекционными процессами роговицы, ассоциированными с ношением контактных линз. По глубине поражения у этих пациентов были дифференцированы глубокие стромальные кератиты, почти 35%, язвы роговицы, практически 47% случаев, в том числе с вовлечением глубоких слоев стромы, с перфорацией, с расплавлением стромы. Абсесс роговицы наблюдался в 6% случаев, эндофтальмит почти в 12% случаев. При микробиологическом исследовании пораженного глаза в 29% была обнаружена бактериальная флора, из которой превалировала синегнойная палочка. Кроме этого, из грамм отрицательной микрофлоры высеивалась кишечная палочка, а также мароксела. В остальных случаях бактериальная инфекция была представлена грамм положительной флоры различными видами стафилокока, стриптококками и энтерококками. Грибковая инфекция у наших пациентов выявлялась в 17% случаев. Стоит отметить, что грибковая инфекция по данным литературы чаще представлена плесневыми грибками рода аспиригелиус и фузариум. Кроме этого, дрожжеподобными грибками рода кандида альбиканс. Акантомедная инфекция, так же как и герпетическая, у наших пациентов выявлялась поровну в 2-3%. Смешанная инфекция наблюдалась в 48%. Осложнения, ассоциированные с контактными линзами, как уже упоминалось, относятся к осложнениям с тяжелым, часто непредсказуемым течением. Они требуют раннего выявления, дифференцированного подхода к диагностике и своевременного адекватного лечения, соответствующего клинической картине поражения роговицы. Первое, что необходимо сделать при любом осложнении, связанном с контактными линзами, это снять контактные линзы, заменить их очками и объяснить пациенту, что нельзя, носить линзы до полного выздоровления, подтвержденного врачом, а не улучшения субъективного состояния пациента. Далее обследуем больного, проводим визометрию, биомикроскопию переднего отдела глаза с окрашиванием поверхности роговицы флюоресцином. Дальше проводим микробиологическое исследование. Мазок стоит брать не только из конъюнтивальной полости, но также из контейнера для линз и, если есть возможность, самих линз. Почему? Поскольку мазок проводится из поверхностных слоев конъюнтивальной полости, результат микробиологического исследования не всегда дает рост микрофлоры, а пациенты часто до обращения к врачу занимаются самолечением. Именно в таких случаях исследование контейнера или самой линзы может быть результативным. Разнообразие флоры проявляется различной клинической картиной, которую мы с вами рассмотрим далее. При стафилококковой инфекции дефект роговицы локализован, имеет четкие границы, окружающая строма отечная. Инфильтрация может распространяться в глубокие слои с образованием абсцессов и перфорации. При пневмококковой инфекции инфильтрация начинается в месте травматического повреждения ткани, быстро распространяется к центру роговицы. На эндотелии осаждается фибрин. Процесс проникает сквозь все слои. Характерно наличие гипопиона в передней камере. В короткие сроки формируется перфорация. Язва, вызванная мароксалой, как правило, безболезненная. Обычно она овальной формы, расположена в нижней части роговицы. Для язв синегнойной этиологии характерно молниеносное течение. Клиника характеризуется сильными болями, блефороспазмом, химозом, обильным гнойно-слизисто-желтым отделяемым, которое прилипает к язве. Через 6-8 часов на месте дефекта эпители развивается поверхностный отек и микроинфильтрация строма. Через 18-24 часа определяется инфильтрат желто-серого цвета, который симметрично распространяется в ширину и в глубину роговицы. Через 48-96 часов образуется кратерообразная язва с рыхлыми краями. Лизис, извините, лизис тромы приводит в десцинета цели и перфорации роговицы с развитием эндофтальмитов. Грибковые поражения роговицы развиваются медленнее. Пациенты обычно жалуются на ощущения инородного тела в течение нескольких дней с постепенным нарастанием боли в глазу. На роговицы в месте внедрения и размножения грибков образуется ограниченный инфильтрат серовато-белого цвета с неровным краем, вначале без тенденции к углублению. На поверхности инфильтрата просматриваются узелки или крошки. Это фрагменты клеток, спор или мицелия грибка, придающие творожистый вид. Клиническая картина может быть застывшей от нескольких дней до нескольких недель. Инфильтрат начинает распадаться. Ткань роговицы некротизируется, превращаясь в язву желтовато-серого цвета с нечеткими краями и очишками сателитных гранулярных инфильтратов и микроабсцессов. Характерным признаком при грибковом поражении роговицы является гипопиан пирамидальной формы. В развитии акантомебного поражения роговицы выделяют следующие стадии. Поверхностный кератит с выраженным болевым синдромом, стадия инфильтрации, стромальный кальцевидный кератит, язвенный кератит с угрозой перфораций на фоне гипопиана и иридоциклита. В большинстве случаев вирусный кератит вызывается вирусом простого герпеса первого и второго типа. Как правило, реактивация происходит при микротравме роговицы за счет вируса, находящегося в латентном состоянии в тройничном узле. Клиническая картина может проявляться как поверхностными, так и стромальными формами. Лечение инфекционных осложнений роговицы предполагает назначение терапии в соответствии с характером микрофлоры и чувствительности к препаратам. При отсутствии данных микробиологического исследования по характерной клинической картине мы можем предположить идеологию воспаления и определиться с тактикой лечения с последующей коррекцией после результатов микробиологии. Лечение любого вида осложнений начинаем с инстилляции антисептика 4-6 раз в сутки. Когда нарушена целостность эпителия роговицы и инфильтрация доходит до стромальных слоев, используется порошок сухого альбуцида 4 раза в сутки. При подозрении на инфекционную этиологию или выявлении бактериальной флоры рекомендуется инстилляция антибиотиков широкого спектра действия аминогликозидов, вторхиналонов 2-3 поколения. При подозрении на синегнойную этиологию местно используется форсированная схема инстилляции из комбинации двух групп антибиотиков широкого спектра с различным механизмом действия аминогликозиды и вторхиналоны 3-4 поколения. Каждые 5 минут в течение получаса, затем каждый час в течение первых двух суток, после этого каждые 2 часа в течение последующих 3-5 суток. При выраженном лизисе стромы используют ингибиторы протеолитических ферментов 6 раз в сутки. Системно в течение 5-8 дней используем цефалоспорины 2-3 поколения, вторхиналоны 3-4 поколения, а также аминогликозиды на протяжении 5-8 дней. При грибковых поражениях местно используется форсированная схема производных триазола и полиэновых антибиотиков. Системно внутривенно капельно производные триазола до 10 капельниц, внутрь на протяжении 4-6 недель производные триазола и имидозола. При резистентных грибковых язвах в дополнение к медикаментозному лечению проводят фотодинамическую терапию, которая обладает широким спектром фунгицидного действия. В некоторых случаях используется кросс-линкинг коллагена роговицы. Антиамебная терапия. В настоящее время универсального препарата, отходящего для монотерапии акантемебного кератита, не существует. Применяется форсированная схема 8-10 раз в день 0,02% полигексаметилена бигуанида, 0,02-0,04% хлоргексидина в сочетании с ароматическими диамидинами, также 0,15% димбромапропамидин, 0,01% гельдозамидин. Кроме этого используется неамицин. Амиобицидный эффект также присутствует у препаратов азолового ряда. В дополнение к антибактериальной и противогрибковой терапии рекомендуется противопротезойные средства. Внутривенно-капельно-производные имидазола или комбинация производных имидазола и фторхеналонов 3-4 поколения до 10 капельниц. При вирусных кератитах применяем рекомбинантный альфа-2б интерферон дозировки 100 тысяч, ганцикловир гель 5 раз в сутки или мазь ацикловира 3%. Системно внутрь пациентам назначаем валоцикловир по 500 мг 2 раза в сутки не менее 1 месяца. Внутримышечно-рекомбинатный альфа-2б интерферон дозировки 1 миллион 10 инъекций. Теперь поговорим о патогенетической и симптоматической терапии. С целью профилактики развития семехи ирита и иридоциклита мы применяем медриатики. Местном 2 раза в сутки циклопенталат гидрохлорид или блокатор м-холина рецепторов. Глюкокортикоиды. Стоит остановиться и обратить внимание, что местное применение возможно только после завершения эпитализации роговицы в соответствии со стадией процесса. Используется 4 раза в сутки на протяжении 2-3 недель. Монопрепарат 0-1% дексаметазон или комбинация дексаметазона 0-1% и антибиотика широкого спектра действия. Нестероидные противовоспалительные средства. Также, пожалуйста, обратите внимание, что при нарушении целостности эпителия роговицы местное применение НПВС противопоказано. Мы их используем в виде внутримышечных инъекций диклофенака натрия или же мелоксикама. При развитии вторичной гипертензии местно 2 раза в сутки используются неселективные блокаторы бета-1 и бета-2 адренорецепторов. Селективный агонист альфа-2 адренергичных рецепторов. Также ингибиторы карбангидразы-2. Внутрь ингибиторы карбангидразы по одной таблетке 2 раза в сутки на фоне приема аспаркана. В тяжелых случаях используем асматические диуретики внутримышечно или же внутривенно. Из антигистаминных и десенсибилизирующих средств мы применяем производные аллопатодина, производные кромоглицеевой кислоты. Внутрь антигистаминные препараты второго поколения. При необходимости десенсибилизирующие средства внутривенно. Препараты трофического действия применяем в стадии реконвалисценции. Такие как театриазолин, эмоксипин, тауфон, витамины А, Е, аминокислоты и их комбинации витамины группы В. Из репарантов используем декспантенол желе с алкосерилом 3-4 раза в сутки. Что касается слезозаменителей. Предпочтительнее, конечно же, бесконсервантные формы 4-6 раз в сутки на основе 0,15-0,4% гиалуроновой кислоты или комбинации гиалуроновой кислоты с 3% тригалозой или с декспантенолом. Кроме этого используют препараты на основе гипромелозы или карбонеров, а также слезозаместительные препараты, в состав которых входят метаболические и витаминные компоненты. При выборе слезозаменителей отдается предпочтение препаратам, которые стабилизируют слезную пленку, увеличивают ее толщину и уменьшают испарение слезной жидкости. Одним из таких препаратов является диалоз-дуо. Благодаря комбинации тригалозы, известной своими свойствами индукции каутофагии, биопротекции, осмопротекции и репарации, в комбинации с гиалуроновой кислотой форсируется регенерация поврежденных эпителиоцитов. Длительно увлажняется поверхность роговицы и таким образом создается защитная пленка на поверхности глаза. Благодаря отсутствию консервантов фосфатного и цитратного буфера, а также гипоосмолярности раствора, теалоз-дуо повышает комфортность ношения контактных линз. Препарат официально разрешен к применению на линзы любого типа. Он обладает хорошей переносимостью и обеспечивает долговременную защиту поверхности глаза. К сожалению, консервативной терапии не всегда бывает достаточно. Поэтому при прогрессировании инфекционного процесса с отсутствием положительной динамики, несмотря на проведение интенсивной консервативной терапии, при прогрессировании лизиса стромы, угрозы или развития дисцемета цели или перфорации роговицы показано хирургическое лечение, то есть кератопластика с лечебной целью, которая проводится в виде сквозной кератопластики, послойной кератопластики, биологического покрытия со склеральными ушками по методу Пучковской или трансплантации амниотической оболочки. Критериями эффективности лечебной кератопластики являются купирование воспалительного процесса, резорция инфильтрата, восстановление анатомической целостности роговицы. Как показывает наш опыт, в результате лечебной кератопластики удается сохранить глаз как орган у подавляющего большинства пациентов с сохранением зрительных функций или перспективой хирургического вмешательства с оптической целью. Далее мы с вами рассмотрим клинические случаи осложнений, ассоциированных с ношением контактных линз. Пациентка поступила к нам с жалобами на светобоязнь, отделяемая из глаз в течение трех дней, появление белых очагов воспаления на роговицы обоих глаз. Связывало начало воспаления с нарушением режима ношения контактных линз впервые за 10 лет их использования. Результат микробиологического исследования в этом случае был неинформативным. Трехкратный посев из конъюнтивальной полости показал отсутствие роста микрофлоры. Был установлен диагноз правый глаз парацентральная язва роговицы смешанной этиологии, левый глаз центральная гнойная язва роговицы смешанной этиологии. Была проведена консервативная терапия, которая включала местно форсированную схему из комбинации двух групп антибиотиков, противогрибковых препаратов, ингибиторов протеолитических ферментов. Системно пациентка получала вторхиналоны третьего поколения, аминогликозиды, производные имидазола и производные триазола. Острота зрения при поступлении правого глаза составила 0,03, левого глаза 0,005. Результаты лечения начнем с правого глаза. Через 7 суток мы видим, что дефект роговицы ограничился. В стромальных слоях инфильтрация практически резорбировалась. Через 1 месяц от начала лечения поверхность роговицы эпитализирована. В слоях наблюдается парацентральное нежное помутнение. Острота зрения с коррекцией составила 1. На левом глазу через 7 суток от начала лечения лизистромы остановлен. Инфильтрация в стадии резорбции гипопиан рассосался. Через 14 суток дефект поверхностных слоев роговицы значительно ограничился. На уровне стромы помутнение с остаточной инфильтрацией. Через 6 месяцев поверхность роговицы эпитализирована. Неравномерное помутнение в стромальных слоях. Острота зрения с коррекцией составила 0,6. Следующая пациентка обратилась к нам с жалобами на резкую светобоязнь, слезотечение, обильное гнойное отделяемое из левого глаз, которые появились 3 дня назад, после того, что она очередной раз забыла снять линзы на ночь. При микробиологическом исследовании была выявлена синегнойная палочка. Выл установлен диагноз. Субтотальная язва роговицы с расплавлением стромы синегнойной этиологии. Эндофтальмид. На фоне форсированной схемы антибактериальной терапии через одни сутки после поступления было проведено биологическое покрытие со склеральными ушками по методу Пучковской. Через 10 дней после операции мы наблюдали остановку лизиса строма, резорбцию инфильтрации в собственных слоях роговиц. Нам удалось сохранить целостность роговицы. Через 6 месяцев после операции виден полупрозрачный частично лизированный трансплантат. В собственных слоях сформировалось воскулиризированное неравномерное помутнение. Острота зрения составила 6 сот. Через 3 года мы провели ступенчатую сквозную кератопластику с оптической целью. Зрение через 3 месяца после операции составило 6 десятых. Следует отметить, что при поражении роговицы синегнойной этиологии, при прогрессировании лизиса стромы, чем раньше будет проведена лечебная кератопластика, тем больше шансов получить перегресс воспалительного процесса, восстановить целостность роговицы и сохранить глазное яблоко. Следующий пациент поступил к нам с жалобами на боль, воспаление левого глаза, образование бельма на глазу. Из анамнеза выяснено, что 1 месяц назад глаз воспалился, но пациент продолжал еще 3 недели носить контактные линзы, при этом периодически закапывая антибактериальные препараты. При микробиологическом исследовании были определены дрожжеподобные грибки рода Candida albicans. Был установлен диагноз субтотальная язва роговицы с расплавлением стромы грибковой этиологии. Была проведена субтотальная ступенчатая сквозная кератопластика, синехиотомия и удалением ретрокорниальной пленки. Через 3 недели мы наблюдали удовлетворительно адаптированный полупрозрачный трансплантат в складке дисцинетовой оболочки. Острота зрения с коррекцией составила 0,06. Исходя из представленных примеров, становится ясна целесообразность профилактических мер. Существуют общепринятые рекомендации для пациентов по использованию и уходу за контактными линзами. Не следует спать в контактных линзах, если это не рекомендовано типом линз. Следует исключить контакт линз с водой. Менять линзы необходимо так часто, как это предписано. Ежедневно удалять использованный раствор из контейнера для линз и чистить его свежим раствором, но не водой. Обновлять контейнер для линз необходимо не реже одного раза в 3 месяца. Регулярно посещать офтальмолога. При возникновении боли, дискомфорта, покраснении глаз или снижении зрения, немедленно необходимо снять контактные линзы и обратиться к врачу. Кроме этого, каждый пациент, пользующийся контактной коррекцией, должен иметь запасную пару очков с действующим рецептом на случай необходимости снятия контактных линз. Кроме того, не стоит забывать о терапевтической гигиене ВЕК, безопасными в период COVID-19 средствами. Проведение гигиены ВЕК салфетками блефоклин 2 раза в день уменьшает микробную конкоминацию ВЕК и поверхности глаза. В отличие от антибиотиков, без селекции резистентных штаммов. Препарат рекомендован ДЮЗ-2 в комплексном лечении сухого глаза. Он нормализует работу мейбомиевых желез, уменьшает проявление сухого глаза. Способствует собственной выработке липидного слоя слезной пленки. Абсолютно безопасен. Салфетки одноразовые в стерильных упаковках не содержат консерванта. Разрешен применению с самого раннего возраста. Врачам, которые обследуют пациентов, пользующихся контактной коррекцией, а также врачам, которые назначают контактные линзы, следует тщательно собирать анамнез перед назначением линз. Проводить с пациентами разъяснительную работу, информировать их о возможных осложнениях, обучать и каждый раз напоминать пациенту о необходимости соблюдения правил пользования и хранения линз. В случае выявления осложнений проводить своевременную диагностику, адекватной степени тяжести состояния роговицы, лечение. Пациенты с осложнениями, обусловленными контактными линзами должны лечиться офтальмологом. При отсутствии положительной динамики стоит немедленно направлять пациентов в специализированные офтальмологические учреждения. И в заключении обратите пожалуйста внимание, что при совместной работе с пациентом, соблюдении ими несложных, но действенных правил по использованию контактных линз, вы, уважаемые врачи, будете наблюдать в ваших пациентах здоровых пользователей контактной коррекции. А они в свою очередь будут очень благодарны вам за профессионализм. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Королевские чтения. Спасибо.